Украинские компании на сегодняшний день заинтересованы в выходе на европейские рынки, о чем они должны знать, делая этот выбор. Мы общаемся с Иваном Бунтовым из Европейской экономической палаты в Украине. Мы много слышим о различных программах реформ, о стратегиях развития государства, но помогает ли это на сегодняшний день в поддержании имиджа? Получается ситуация, когда есть три института, скажем так, три институции государства, финансовые учреждения, в том числе зарубежные, и бизнес. В данный момент координации между ними, к сожалению, никакой. Конкретный пример. ЕБР не имеет возможности выдавать кредиты малым предприятиям, потому что они просто не работают с малыми суммами. Они эти суммы, приняв положительное решение кредитования того или иного предприятия, они эти средства отдают коммерческому банку, но они отдают валютные средства. Коммерческий банк в нынешней ситуации просто отказывается брать на себя эти риски, потому что, получив валюту, он выдает ее в гривне, и по какому курсу он будет потом назад получать от заемщика, то есть от предприятия, значит, никто спрогнозировать точно не может. Поэтому кредитный поток просто встал, остановился. Возможно, малому и среднему бизнесу стоит создавать определенного рода ассоциации, организации, которые получали бы напрямую эти средства и дальше распределяли между собственными членами, а не делать это через банки, которые, естественно, захотят получить. То есть какие-то фонды поддержки. По большому счету, наверное, такая самоорганизация и происходит. То есть когда предприятию небольшому два партнера есть, притом они связаны не в одной цепочке. Один поставщик другого, соответственно, умирает поставщик, умирает, так сказать, и перерабатывающие предприятия друг друга не обязаны поддерживать. И так, очевидно, и происходит. Поддержка, притом, идет как на уровне финансов. Это, условно говоря, срочки платежа, это, возможно, возвратная финансовая помощь, так и, возможно, мы, то есть тут могут быть любые формы кооперации. Вот. Выживать приходится, поэтому вы совершенно правы, это уже происходит. Но есть другой процесс. Много нашего бизнеса, малого, среднего, сейчас думают над тем, как уйти из Украины, либо работать с европейскими партнерами, то бишь продавать свою продукцию не здесь, а там. Экспортировать. Совершенно верно. Ну, опять же, здесь вот, кстати, хотелось бы и несколько пожурить наш бизнес, не только власти, но и бизнес недостаточно активно ведет себя на этом управлении. Вот мы занимаемся, то есть Палата предлагает помощь нашим компаниям украинским по проведению сертификации украинской продукции в Евросоюзе. Без этого невозможно экспортировать туда продукцию. То есть, по сути, это единственный барьер для экспорта в ЕС. Это в соответствии с европейским стандартам. Значит, с чем мы столкнулись? Предприятие первично проявляет заинтересованность провести сертификацию. Теоретически, там, скажем, ну так, среднестатистическая стоимость такой сертификации, там, от 2 до 5 тысяч евро. Вроде бы, по старому курсу это были подъемные деньги для небольшого бизнеса. Сегодня это уже, давайте мы берем курс, например, евро 40, да, это, считайте, уже почти там 150-200 тысяч гривен. Далеко не каждое предприятие в состоянии эти деньги у себя из-за оборота вынуть и сертифицировать свой продукт в ЕС. Но эта сама процедура не единственный барьер. Значит, дело в том, что анализ производства того или иного предприятия показывает необходимость провести более глубокие улучшения на самом производстве. Ну, например, это, скажем, как минимум, там, обязательное внедрение стандартов ЕСО 9001, то есть, который на Западе уже считается просто, так сказать, в порядке вещей. У нас, к сожалению, далеко не все предприятия даже понимают, о чем идет речь. Значит, потом, если это производственные предприятия, особенно, например, пищевая сфера, там необходимо часто для того, чтобы пройти сертификацию в Европе, модернизировать те или иные производственные процессы. Это требует достаточно больших инвестиций. То есть, мы в Европу хотим, но пока не совсем понимаем все сложности, которые могут возникнуть даже на этапе... А поняв их, значит, происходит откат назад. То есть, слишком большие средства требуется инвестировать. Ну, в модернизацию производства и предприятие останавливается. Значит, для нас уже, условно говоря, там, российский постсоветский рынок частично закрыт. Европа из-за требований больших инвестиций в модернизацию производства для нас пока не совсем досягаема, не для всех. Значит, и тогда, значит, взоры предприятия, так сказать, обращаются в сторону Средней Азии, арабских стран Африки и так далее. То есть, там, где требования к качеству продукции несколько ниже. Вот, то есть, скажем, на уровне постсоветских государств. Поэтому те рынки, по сути, сейчас и являются, скажем, спасением для украинских предприятий. Попробовав идти в Европу, они поворачивают на юг. Все-таки еще какие есть механизмы выживания, инструменты для выживания на сегодняшний день для малого и среднего бизнеса в Украине? Ну, как вам сказать, народная смекалка. Вот, то есть, тут в любом случае все ищут ниши или, скажем, всегда лучше всего, наиболее эффективно было найти себе применение на стыке различных направлений. То есть, вы там, условно говоря, производите стулья, вот, теоретически, да, другой производит, я не знаю, там, какую-то электронику. Вот, когда вы начинаете совмещать эти два направления, там, и это становится, там, я не знаю, стул управляемый, которым, да, 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 да. То, вот, попав в эту нишу, вы, значит, получаете какой-то определенный прорыв и возможность для своего производства. Вот, безусловно, сейчас период, когда нужно, отбросив какие-то лишние, ну, так и происходит. То есть, предприятие ужимается, сокращает ненужные расходы, рассчитывает переждать эту волну, точнее, ну, да, которая накатила на Украину. И, потому что мы знаем, что большие деньги стоят, так сказать, на границе Украины и ждут. О том, к чему должны быть готовы компании, выбирая работу в Европе. Мы сегодня общались с Иваном Бунтовым из Европейской экономической палаты в Украине. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулибаба, специально для Дука Скопи ТВ из Киева.